Добрый день! Вы смотрите информационно-просветительскую программу «Вопросы веры». Меня зовут Евгений Белохвостиков. И сегодня мы на престольном празднике Михаила Архангельского кафедрального собора в Сердобске. Почетный гость торжества – владыка Лондин, митрополит Саратовский и Вольский, глава Саратовской митрополии. Ваше Всехпреосвященство очень рады вас видеть на Пенинской земле. Скажите, ведь она уже действительно для вас не чужая. Вы неоднократно бывали в Пензе, бывали в Кузнецке, теперь вот в Сердобске. Дело в том, что у меня очень добрые отношения с преосвященными архипастерами, которые на Пенинской земле и с ладыкой Вениамином, и с ладыкой Филаретом были. Очень добрые отношения с ладыкой Вениамином. Ладыка Серафим вообще, можно сказать, мой друг. Я не знаю, не обидеться на такие слова. Владыке Митрофану я тоже питаю самые теплые чувства. На моих глазах они стали архиереями. Пензенская земля – земля благодатная, земля очень благоустроенная в церковном плане. Когда я только приехал в Саратов, для меня поездки в Пензу были таким, знаете, местом, где я мог набраться какого-то опыта. Потому что ведь, ну, молодой архиерей, когда вот его в руку положили, а что делать, как, с чего начинать вообще, к чему стремиться. Вот тогда для меня очень много дало посещения Пензенской земли, потому что тогда еще была совсем жива память, и было живо все то, что заложил преснопамятный владыка Серафим, который, я не застал его уже, но я знаю, как много он сделал для Пензы, для открытия храмов, для благоустроения церковной жизни. И мне было только вот, что называется, возможность впитывай, впитывай, учись и пытайся воспроизвести то, что ты видел. Вот поэтому такое отношение к Пензенской земле у меня сохраняется и сегодня. Я с большим удовольствием откликаюсь на приглашение, когда меня зовут послужить. Тем более в новых епархиях, как Кузнецкая, Сердобская. У нас тоже две новых епархии возникло, образовалось в Саратовской метрополии. Это очень интересное время, в котором мы живем, потому что церковная жизнь переустрояется на новых основах, на более правильных канонических основах, чем было раньше. И мы все надеемся, что это приведет к определенному, более интенсивной церковной жизни и более такому вот тесному общению архиерея с духовенством, с народом, собственно говоря, что и является таким вот каноническим требованием, которое всегда существовало, но не всегда исполнялось. Спасибо. А сейчас давайте посмотрим сюжет о праздновании Михаилова дня в Кафедральном соборе города Сердобска. Главную службу Сердобской и Спасской епархии на Михайлов день совершили в Кафедральном соборе Михаила Архангела. По случаю престольного праздника впервые за более чем 100 лет богослужение в храме возглавил архипастер из Саратова. Митрополит Саратовский Ивольский Лонген привез с собой хор Духосошественского собора города на Волге, тот самый, который не так давно сопровождал в Саратове богослужение патриарха Кирилла. В течение века Сердобск входил в состав Саратовской епархии. Автор проекта Михаила Архангельского храма – знаменитый столетие назад Зочи из города на Волге Алексей Салько. Строительство шло 10 лет, а на освящение приезжал саратовский епископ Гермоген. На Михайлов день, или как называется эта дата в церковном календаре, собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, в Сердобском соборе всегда многолюдно. Многие пришли и для того, чтобы приложиться к частицам мощей Блаженной Матроны Московской и святителя Дмитрия Ростовского, привезенным из Луганской области. На торжество прибыл и глава Пензенской митрополии Владыка Серафим. Впервые принимает у себя в епархии сразу двух митрополитов – епископ Митрофан. В этом славном и особо радостном календаре хочется сердечно поблагодарить вас, дорогие владыки, о посвящении нашего центрального учебного. Прихожанам после службы предлагали согреться чаем и пирожками. Погода вполне соответствовала народным приметам, по которым с Михайлова дня начинается настоящая, необлышная зима. Владыка Михаила Архангельский собор в Сердобске освящал Владыку Ермоген, епископ Саратовский-Царицынский, священномученик, ваш далекий предшественник. Скажите, что для вас значит его пример, его личность? Вообще, это очень удивительный человек, человек с такой непоколебимой верой в Бога, с необыкновенным даром проповеди, человек, который очень много сделал для Саратова, не только для России. И вот у него очень интересная судьба. Это монархист до мозга костей, который пострадал от монархии. Это охранитель в хорошем, правильном смысле этого слова, не в отрицательном, которого власть той страны, страны, которую он любил и пытался охранять, всячески притесняла, который он был неудобен, как неудобны все честные люди, как неудобны все, особенно высокопоставленные честные люди. Вообще, я считаю, что это очень такой пример для любого архиерея, пример, на котором можно многому научиться. Ну и, конечно же, очень важно то, что, как я сказал, этот собор близнец нашего, Саратовского собора, князя Владимирского, который был построен в Саратове к юбилею, к 900-летию крещения Руси, а потом просто проектом воспользовались средовчане и повторили, как мы сегодня это делаем. Слушай, рядом берем один проект, который уже где-то осуществлен, и чтобы не тратить денег и не изобретать велосипеды, если проект хороший, то строим и в другом месте, и даже в нашей епархии сегодня есть некоторые такие удачные проекты, где уже 3-4 и то и 5 храмов построены по ним. Вот в свое время также был построен здесь храм и, по счастью, сохранился, не был уничтожен, не был взорван, хотя и закрыт и пострадал от части, но все-таки сохранился. И вот я говорю, что у меня есть мечта восстановить в Саратове, может быть, на другом месте, потому что там сейчас на том месте, где он стоял раньше, сложно это сделать, но где-нибудь, может быть, в новом районе построить вот этот вот замечательный храм. Спасибо. А сейчас давайте посмотрим рубрику «Седмица» с обзором основных событий из жизни Пензенской митрополии. Троицкий женский монастырь Пензы обрел настоятельницу. Исполняющей ее обязанности до решения Священного Синода назначена монахиня Александра. Раньше она была инокиней Христиной, келейницей, просфорницей, уставщицей. По канонам управлять монастырем может только мантийная монахиня. По этому назначению предшествовал постриг в мантию, который совершил митрополит Пензенский Нижнеламовский Серафим. Желаешь ли сподобитесь ангельскому образу и в чине набыть и лику инокию Свирского? Ей и луку с радействующей Святой Владыкой. При постриге в Малую Схиму инокиня Христина получила новое имя в честь преподобного Александра Свирского. Сестра наша, монахиня Александра, пострезает волосы главы Свирья в знамени отрицания мира и всех я же в мире, и в отвержении своей воли всех плоских похотей, и во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Монахиня Александра, уроженка Зимеченского района, ей 33 года, в Троицкий монастырь пришла сразу же после окончания школы, 16 лет назад. С сегодняшним постригом я на тебя возлагаю одно из самых сложных послушаний. Быть настоятельницей этой обители. Это очень ответственно. Но сегодня перед Богом ты обещала, что будешь выполнять все те послушания, которые будут поверены тебе от священноначалия. И это будет твоим первым и самым сложным послушанием. Отказаться от послушания тот, кто принял монашеские обеды, не вправе. Но своего трепета матушка Александра не скрывает. В ближайших планах окончательно подготовить к освящению Троицкий собор. То, чего не успела ее предшественница. Планы сохранять то, что заложила матушка, это для меня значит большая ответственность, новое послушание, более серьезное, более ответственное, более тяжелое. Как восприняла? Ну, неожиданно для меня это было. Тяжело мне это было воспринять. Полноправной настоятельницей и игуменьей матушка Александра станет после утверждения ее кандидатуры священным синодом. Верующие Пензы отметили последний в уходящем году двенадесятый праздник. В его канун митрополит Серафим совершил всеночные бдения во Веденском храме областного центра. Он один из старейших в городе. Богослужения здесь возобновили 15 лет назад, но полностью церковь до сих пор не восстановлена. По словам владыки, весной в храме начнется реставрация, а до окончания работ богослужения будут проходить в соседнем пречетовом доме. В том, что недостатков прихожанах не будет, архипастер убежден. Сейчас мы с вами здесь стоим. С одной стороны, это центр, офис, но это и появление нового жилья. Строятся высотки и, в общем-то, вокруг и Покровского собора, который рядом здесь находится, в Веденской церкви. Я думаю, что храм всегда будет этот востребован. В день праздника православные вспоминают о том, как Деву Марию в трехлетнем возрасте родители привели в Иерусалимский храм и посвятили ее жизнь Богу. Согласно преданию, первосвященник ввел в Деву Марию святая святых, куда по традиции мог заходить только он сам раз в году. Богослужение сопровождал местный хор. Он считается одним из лучших среди приходских храмов Пензы. В сам день праздника главу митрополия встречали Веселовки. Церковь в этом микрорайоне Пензы также посвящена введению во храм. Наши благочестивые предки почитали очень Божью Матерь. И в честь нее строили не одну сотню тысяч храмов по лицу всей нашей русской земли. Вот и здесь, некогда в пригороде города Пензы, в селе Веселовка, который сейчас уже давно входит в состав города Пензы, построен был этот великолепный храм. В честь престольного праздника храм обошли крестным ходом. После службы ребята из воскресной школы порадовали собравшихся спектаклем на тему праздника. На одном из клонов Горелевских гор, среди цветущих зеленых садов, стоял городок Мазарен. В нем жили правильные супруги, Ахим и Ангелы. Жили они в правом довольстве, только одного им не хватало. В пустах не было детей. Согласно народным приметам, на введение, как правило, оттепель. Ну а если лед на водоемах стоит, то зима будет холодной. Представители Пензенской епархии приняли активное участие в праздновании Дня Матери. Напомню, в этом году он отмечался в России в 15-й раз. На городской праздник в Пензенский драматический театр пригласили многодетных матерей. Со сцены их поздравили руководители мэрии, городской думы и духовенства. В жизни нашей страны есть очень много замечательных примеров, когда мамы, и самим очень тяжело бывает, но, несмотря на это, они стараются делать все для того, чтобы детям своим было хорошо. Дай Бог, чтобы в нашем отечестве было как можно больше матерей, которые воспитывали своих замечательных детей. За высокую гражданскую ответственность, добросовестное исполнение родительского долга и особую роль в воспитании детей, благодарности и памятных подарков удостоили нескольких мам областного центра. Для них подготовили праздничный концерт, а после него показали спектакль по пьесе Островского «Поздняя любовь». Метрополит Пензенский и Нижнеламовский Серафим и иеромонах Иларион приняли участие в третьем международном форуме «Экстремизму-отпор». Он состоялся в Пензе. Среди участников форума представители Северного Кавказа и стран ближнего и дальнего зарубежья. Работали три секции, на которых обсуждали проблемы религиозного экстремизма, экстремизма в зарубежных странах и роли молодежи в борьбе с этой глобальной проблемой. По итогам работы секции и круглых столов будет издан сборник статей. По России путешествует ковчежец с частицей мощей святителя Феофана Затворника, 200-летие со дня рождения которого будет отмечаться в январе будущего года. В Пензе святыню возле Петропавловского храма встречал митрополит Серафим. А для нас он еще особо близкий человек, потому что он был епископом Тамбовским. Части нашей нынешней Пензской митрополии входили в Тамбовскую парк, и это и Зимечина, и Спаск, и Башмакова. Фактически это тот архиерей, который управлял этим, так скажем, этими местами. Поэтому это является для нас тоже родным и великим угодником должен был. По прибытии ковчежца с мощами в Петропавловском храме отслужили благодарственный молебен. В Пензу святыню привезли из Рязанской области, где в Успенском Вышинском монастыре Феофан провел более 20 лет затворнической жизни. В эти годы святитель ежедневно совершал литургии в домовом храме, который обустроил собственными руками. Писал иконы и картины, каждый день отвечал на десятки писем, создавал свои богословские труды. Сегодня его мощам приходят поклониться не только жители Пензы, но и верующие из районов области. Говорится, дай Бог всем людям молюсь, чтобы всем дали мне своим детям. У меня пятеро детей. Я молюсь за детей своих, за себя, за мужа, за свое рабочее место, за все, за свою жизнь. Дай Бог мне пожить, у меня много детей и внуков. На днях святыню перевезут в Сирдобскую и Спасскую епархию. Пензенская епархия приняла активное участие в праздновании Всемирного дня защиты прав ребенка. В Нижнеломовском доме-интернате для детей-инвалидов провели урок права и доброты. Иеромонах Иларион, настоятель храмов Блаженной Матроны Московской и Блаженной Ксении Петербургской при детской областной больнице, передал ребятам благословение митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима. В своем обращении священнослужитель подчеркнул важность главной евангельской заповеди – любить Бога и ближнего. Если мы не будем милосердно относиться друг к другу, то таким образом мы, наверное, и не будем любить друг друга. А если мы не любим друг друга, то значит мы с вами не любим Бога. Юристы и иностранные студенты провели для детей викторину, а также подготовили для них концерт. Я в восторге от этого концерта. Мне понравилось, вот танцы понравились. Я, например, был бы очень рад, если бы еще к нам приехали. Гости обещали, что приедут обязательно, ведь их дружбе уже почти четыре года. Митрополит Серафим и епископ Сердубский Спасский Митрофан приняли участие во встрече с полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем. Она состоялась в Саранске. За круглым столом обсудили основные направления взаимодействия духовной и светской властей в сферах образования и воспитания молодежи, социальном служении и реализации законодательства о передаче церковного имущества. Литургию архиерейским чином отслужили в Михайло-Архангельском молитвенном доме села Старая Яксарка Шамышейского района. Богослужение состоялось в день памяти священномученика Августина Калужского. Он особо почитается православными пензенцами, так как венчался в Троицком храме села Соловцовке, преподавал в Пензенском епархиальном женском училище, а в 1920-1922 годах был клириком Пензенской епархии, одним из ближайших помощников епископа Иоанна в борьбе с путятинской смутой. По окончании богослужения митрополит обратился к пастве с архиерейским словом. Главным в проповеди стала тема «милосердие». Если к человеку относиться всегда подозрительно и считать его врагом, конечно, он никогда не станет нам близким. Он никогда для нас не станет тем человеком, которому мы хотели оказать милость. А вот если мы задумаемся над своей жизнью и увидим множество людей, близких, дальних, родственников и совершенно чужих нам людей, которые нуждаются в нашей милости, если мы хотя бы словом или даже, может быть, доброй молитвой о них поддержим этого человека, безусловно, тогда мы оказываем милость. Еще один наш, если так можно сказать, общий пенинско-саратовский святой, святитель Иннокентий, епископ пенинский и саратовский. Может быть, даже можно провести какие-то параллели между его судьбой и судьбой владыки Кермогена? Ну, у него, наверное, все-таки его судьба, она все-таки решалась в Петербурге, но там было, да. Там он тоже был неудобным человеком. Но что делать? Во все времена такие люди были. Никуда от этого не денешься. Вот. Святитель Иннокентий я бы еще сравнил, знаете, с нашим саратовским, с Вениамином Миловым, с епископом, который, как и святитель Иннокентий, всего лишь около полугода был на своей кафедре, но стяжал такую огромную, такую непрекращающуюся любовь посомых, вот, которая до сегодняшнего дня длится и является таким очень удивительным примером. И, переходя уже к нашим современникам, наш, если так можно выразиться, общий земляк, ладыка Варсонофи, метрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, управляющий делами Московской патриархии, который в Саратовской власти родил, начинал служение церкви здесь, в Сердовске, потом служил и в Пензе. Скажите, он часто бывает на своей малой родине, вообще принимает деятельное участие в ее судьбе? Да, конечно. Это человек необыкновенной энергии, очень большого баяния и совершенно потрясающей работоспособности. Я думаю, что ему удается очень многое сделать. Владыка, еще одна общая тема для Пензы и Саратов, общая беда. В 20 веке были разрушены в наших городах кафедральные соборы, памятники и архитектуры начала 19 века. В Пензе Спасский кафедральный собор сейчас возрождается. Скажите, есть ли надежда, что в обозримом будущем будет восстановлен и Александр Невский кафедральный собор в Саратове? Надежды есть, надежды есть. Условий пока мало. Надежды есть. Разговоры ведем об этом достаточно долгое время, но на все воле Божьей. Спасибо большое, Владыка, что уделили нам время. Мне остается только попрощаться и напомнить, что мы сегодня беседовали в Сердобске с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином. А программу «Вопросы веры» для вас подготовили мои коллеги и я, Евгений Белохвостюков. Всего вам доброго. Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает всех в поездки по святым местам Сурского края, России и зарубежья. Посещая места, связанные с жизнью и подвигами святых угодников Божиих, прикладываясь к их мощам и чудотворным иконам, купаясь в целебных источниках, мы приобщаемся к родной истории и открываем для себя предания старины. Мы становимся чище душой, становимся ближе к Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok